Еще раз доброе утро. Мы продолжаем, как и обещали, в нашей студии очередной гость Мариана Гаврилова, директор музея Горького и Шаляпина. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Мариана Фридриховна, вот в этом году Литературно-мемориальному музею Горького исполняется 80 лет. Это такая вот грандиозная дата, юбилейная. Вот что изменилось за эти годы, как собираетесь отмечать? Но мы знаем, что из изменений, вот, например, прибавился Горький Шаляпин, да? То есть теперь Горький не в одиночестве в музее. У нас Горький всегда был не в одиночестве, уже 50 лет у нас существует Шаляпинская экспозиция. Действительно, за 80 лет очень многое поменялось, изменилось не только здание, но, как вы понимаете, и формат музея. И, как вы правильно сказали, вот, недавно было у нас принято решение о переименовании, и сейчас мы называемся музей Горького и Шаляпина. Как отмечать будет юбилей? Мы уже его отмечаем. 12 марта у нас был день рождения музея. Дело в том, что, действительно, наш музей создан 80 лет там назад, в 1938 году, а 12 марта 1940 года наш музей открылся. И, как бы, такой официальный день рождения у нас 12 марта. Именно в этот день у нас была большая программа «Насыщенная». Нас посетил президент Республики Татарстана Рустан Нургалевич Мениханов. Нас посетили высокие гости. Кроме того, в этот день у нас было открытие конференции всероссийской, горьковские чтения, открытие выставки родом из Нижнего. И мы продолжаем череду наших мероприятий. У нас будут и концертные программы, безусловно, у нас будет и торжественный вечер, посвященный Горькому в день его рождения, 28 марта. У нас будут театральные постановки любительских коллективов. Так что у нас все продолжается. Но сохранение истории – это замечательно. Но еще лучше, когда добавляются какие-то новые факты, может быть, артефакты из жизни великого писателя. Есть такие успехи? Успехи есть, и успехи были. Но, конечно, мы должны прекрасно понимать, если мы говорим о казанском периоде жизни Алексея Максимовича Горького, то вот за эти 80 лет уже многое найдено, и все представлено практически на экспозиции. Артефактов практически не сохранилось. Если они находятся, конечно, это большое счастье. Поэтому рассчитывать так быстро на сенсации, связанные с биографией Горького, на новые какие-то факты, конечно, надо понимать, что не приходится иной раз. Но мы активно изучаем и коллекции, которые хранятся в нашем музее, связанные с именем Алексея Максимовича. Мы изучаем историю музея и, конечно, окружение, которое было рядом с Горьким. Вот, например, недавно мы нашли очень интересный документ в архиве Марии Николаевны Елизаровой. Это один из легендарных наших директоров. Она была дружна с Екатериной Павловной Пешковой. И вот мы в ее архиве нашли автобиографию Пешковой, которую прислала ее Мария Николаевна. И вот сейчас мы как раз работаем над этим документом. Это очень интересный документ. Ну, а вообще вот вопрос из любопытства, вопрос, может быть, наверняка из прошлого. Вот эта коллекция, все предметы быта, да, автобиографии, книги какие-то, может быть, не изданные, все это набирается с помощью кого? С помощью меценатов, с помощью каких-то добровольцев, кто внезапно находит. Да, можно простых людей. У каждого музея своя история формирования коллекции. Нам в этом плане очень повезло, потому что так случилось. Екатерина Павловна Пешкова к нам приезжала неоднократно, она вот дружила с Марией Николаевной, и Ирина Федоровна Шаляпина. Это дочь великого артиста от первого брака. Они приезжали к нам с 49-го года и передавали многие мемориальные вещи. Но также, безусловно, к нам приходят и люди, которые добровольно жертвуют в наш фонд свои предметы. Мы ищем коллекционеров, у которых либо закупаем, либо также в ДАРТ. Они нам передают так, что ведется обширная работа в этом направлении. Да, вот давайте уже поговорим. Раз у нас уже музей... Горьковый Шаляпин, да? Да, Горьковый Шаляпин. Давайте немножко поговорим о Шаляпине. Какие вот, может быть, истории... Не то, что истории, а... Самые интересные экспонаты. Экспонаты, да, связанные с ним в вашем музее можно увидеть. Ну, для всех музейщиков, любой музейщик вам скажет, что для нас каждый экспонат уникален. Но, пожалуй, самый яркий экспонат, конечно, и самый значительный, это рояль Федора Ивановича Шаляпина. Да, подлинный рояль, который ему принадлежал. Как он вам достался? Он достался нам по настоянию его первой жены Иолы Игнатьевны Тарнаги через вот как раз Ирину Федоровну Шаляпину, через дочь артиста. В 68-м году этот инструмент к нам привезли как раз к открытию первой шаляпинской экспозиции. Оу. Да, это шикарный экспонат. Ничего себе, ничего себе. Я думаю, он стоит просто баснословных денег, да? Мне кажется, он бесценен, если же... Для нас это точно бесценен. То есть к нему прикасаться нельзя, потому что вот, ну, бывает, что вот такие инструменты... Да, стоит табличка, нельзя трогать. Говорят то, что инструментом все-таки нужно пользоваться иногда. Вообще, конечно, музейный экспонат руками нету. Может, кому-то такая честь достается и какого-нибудь там... Да, в данный момент наш рояль нуждается в реставрации. Конечно, это наша большая мечта, что однажды он будет отреставрирован, и большие музыканты, если они посетят наш музей, будут играть на этом рояле. Это была бы великолепная история, великолепная вот такая вот прям киношная история. Там тут было бы, да? Кстати, киношная история. Чтобы сыграть на шалявинском рояле. Ну и горьковские чтения. В этом году они проходят или прошли? Да, прошли. Они уже прошли, да, 13 марта завершились они. Горьковские чтения, это Всероссийская научная конференция, она проходит у нас 42-го года. У нас дружеские связи с всеми горьковскими музеями, с Институтом мировой литературы. Но так получилось, что нынешний год юбилейный, ведь 150 лет горькими, 145 лет шаляпину. Мы решили, что всем конференциям будет «Горький и шаляпин. Современный взгляд в прошлое». Поэтому приехали и горьковеды, и шаляпиноведы из Москвы, Нижнего, Самары, из Жевска, Чебоксара, Елабуги, конечно, из Казани. Мы конференцию проводим вместе с Казанским государственным институтом культуры последние годы, и очень успешно. Ну и, конечно, были прекрасные доклады, заслуженные. Но самое главное вообще значение этих конференций, наверное, еще и в неформальном общении, потому что результатом такого общения являются совместные проекты. Вот, например, выставочный проект родом из Нижнего, который проходит у нас в музее сейчас. Это проект между нашим музеем и Нижегородским музеем Горького. Это тоже вот благодаря конференциям и нашему взаимодействию. Ну что, спасибо большое. Мы желаем вам дальнейшего процветания, пополнения вашего музея. Ну и приглашаем всех любителей истории и любителей нашей общей родины, и нашей литературы и музыки, конечно, музей Горького и Шаляпина.